всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня решил приготовить еще раз тамбовский окорок но уже по несколько другому рецепту 1 надеюсь вы видели ссылку повешу в уголочке и щелкайте на букву и с точкой английскую и смотрите если пропустили ну вот я заказал предварительно хамон по испански хамон означает окорок то есть сырой на рынке сейчас пройду к своему знакомому мяснику чем будет отличаться этот рецепт от предыдущего расскажу в процессе видео до рынок находится в городе хабио очень старое здание такое красивое пойдем уже а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Вот так затарился ногой, а панцет это для другого рецепта. Наверное, тоже покажу. Ну что, пойдем по машине. Итак, приступим. В сегодняшнем рецепте я немного уменьшу количество соли и коптить буду холодным дымом. Но до копчения еще глаза вытрешишь, а пока надо отделить кость. А окорок подровнять и зачистить. Все эти обрезки пущу на фазы для котлет. Вот теперь можно засаливать. Вот вам таблица для расчета рассола. Его понадобится 10% от веса окорока. Вода фильтрованная, бутилированная, холодная. Размешать соль и сахар надо до полного растворения. То есть до прозрачности. Для расчета рассола на плотности я пользуюсь одной программкой под Android. Написанной энтузиастным колбасником. Ссылку на нее размещу в описании тем, кому интересно. Программы частного лица. На Play Market ее нет. Так что по ссылке просто файл с прогой в облаке лежащий. Я ее скачал и установился на телефон. Вот так что не пишите, что ссылка не рабочая. Рабочая она. Просто скачивайте как файл и устанавливайте, если хотите. Такая последовательность. Теперь надо обколоть рассолом окорок. Самое важное – загнать рассол рядом с костью. Там чаще всего начинаются всякие процессы гниения. Поэтому тщательней, товарищи. Аккуратней. Ну и, конечно, все остальные места тоже не забываем. Вот так. Ну и последний на сегодня момент. Натереть солью кусок сверху. Особое внимание уделяем спилу кости. Да, если у вас не целый окорок, как у меня, без кости и без шкуры, то натирать его солью не надо. Но реально вкусный получается. Все-таки, если готовить на кости. Я не знаю, в чем тут дело. Отправлю его на сутки в холодильник. Встречаемся завтра. День второй. Сегодня окорок надо тщательно промыть и залить его рассолом. Внимание! Сегодня рассол меньшей плотности, чем тот, который я готовил вчера. Количество 40-50% от веса окорока. Вода холодная, чистая, бутилированная. Соль нитритная и соль поваренная. Процент содержания нитрита натрия в заливочном рассоле тоже должен быть меньше, чем в растворе для шприцевания. Все таблицы я вам размещу и под видео тоже. Так, ну и пока соль растворяется, займусь промывкой окорока. Ой, тяжеленный сволочь! Блин, неудобно таскать. Теперь залить его рассолом и выдерживать в холодильнике 5-7 дней. У меня нет удобной большой посулины, в которой бы поместился этот вкусман. Поэтому заливать буду рассол в пакет. А пакет уже пристрою в холодильник. До встречи через 5 дней! Продолжаем разговор. Маленькое отступление. В 1938 году тамбовские окорока, согласно альбому Наркомпищепрома за редакцией Конникова, просаливались по 20-30 суток. Но это потому, что вместо нитрита натрия в состав посолочной смеси входила селитра. Ей надо много времени, чтобы сначала прореагировать до нитрита натрия, а затем уже он будет, в свою очередь, с меглобином реагировать. В нашем случае ждать так долго смысла нет. У нас же нитрит натрия в составе. Так что уже сегодня промываю окорок в теплой воде. Вот же тяжеленный-то, а! На самом-то деле всего 10 кило, но тягать его крайне неудобно. Скользкий, здоровый такой. При промывке надо сразу пройтись по шкуре щеткой, зачистить, так сказать. Ну, естественно, чистенькой, новенькой. И теперь надо присобачить петлю для подвешивания вот здесь. Зреть он у меня будет 5 суток. Это будет происходить в камере для сыровяла, сделанной из старого холодильника. Здесь у меня уже вялится очередная партия туристических колбасок. Ролик на канале про такие уже был. А вот это пепперони. Скоро уже можно будет трескать. Надо место для окорока освободить. Режим для возревания стандартный. Температура 10-12 градусов, влажность 75%. Это очередное отличие от предыдущего рецепта. Встретимся через 5 дней. Начало очередного этапа. Начну коптить холодным дымом этот окорок. В мою самодельную коптильню он, конечно, не влезет. Великоват для нее. Но это и не страшно. Я с успехом коптил при помощи пассивного дымогенератора в обычной картонной коробке. Так что и в этом железном ящике, железной бочке все прекрасно приготовится. Обратите внимание, как подвергался окорок. Он блестит, как будто лаком покрыт. Это важно. Вот такое состояние идеальное для загрузки в коптильню. При этом он сухой. К слову сказать, если вы хотите только попробовать копчение, то покупать дымогенератор, там, всякие коптильницы, совершенно не обязательно. Берете старое металлическое сито. У меня такого нет, к сожалению. Я на примере пластикового похожу. Вот, металлическое. Проминаете сердцевину вот так. Получается кольцевая канавка. Заполняете ее опилками. Складете это ваше сито, ваш дымогенератор на кирпич или на какую-нибудь старую керамическую плитку. И вот вам дымогенератор готов. Сверху накрываете обычной картонной коробкой. Делаете несколько отверстий для прохода дыма. И вот вам простейшая конструкция. Она и опилок потребляет чрезвычайно мало. То есть одного стакана хватит на 12-14 часов непрерывного копчения. Так что взяли полежка лиственных пород. Дуб, бук, ольха, орех, яблони, груша. Обычной китайской циркуляркой, самой дешевой. Пожужжали минут 10. И вот вам куча опилок на месяц непрерывного копчения. Месяц. Процесс копчения у меня будет идти минимум 24 часа. Можете на вторые сутки оставлю. Посмотрю по цвету. Подходить к этому дымогенератору и заполнять его опилками нужно будет дважды в сутки. Ждем. Доброе утро. Давайте смотреть, что получилось. Смотрите. Знаете что? Наверное, хватит суток копчения. Шкурка пожелтела. Аромат приятный. Сейчас вывешу проветриваться окорок. Пусть ее ведерочком продует. А я пока воду для варки окорока нагрею. Продолжаем. Варить этот окорок буду при помощи сувидстика. Во-первых, потому что у меня нет такой огромной кастрюли, в которую бы этот окорок целиком влез, чтобы ее на плите готовить. А во-вторых, потому что с сувидстиком мне не нужно будет контролировать температуру. Поставил ее, установил нужное и все. Вода сейчас разогрета до 95. Сразу после загрузки окорока она начнет охлаждаться, естественно. Окорок холодный. Выставлено сувидстики в 80 градусов. Ну и в самую толстую часть окорока надо вогнать щуп термометра. Он будет готов при достижении в центре куска температурой 70-72 градуса. Процесс не быстрый. Настало время пробы. Он у меня сварился, быстро был охлажден под ледяной водой, пролежал ночь в холодильнике. И пора резать. Обратили внимание, как шкура потемнела? Я это уже заметил в прошлый раз еще. Вытаскиваешь после коптильни, он светло-желтенького цвета. После варки шкура темнеет прям ощутимо сильно. Ну и отрежу я, наверное, сразу посередке. Шмат здоровенный. Ну и наконец-таки надо опробовать. Слушайте, смотрите, он разваливается на части, по мышцам отходит. Так. Я обожаю этот окорок. Это просто какая-то фантастика. Просто класс. Сейчас, ну извините. Что касается шкурки. Я же рецепт этот затевал во многом, чтобы получить шкурку, не такую сильно прокопченную, как в прошлый раз у меня получилось. Чтобы более тонкий вкус у нее был, чтобы ее можно было есть с удовольствием. Тут я практически вынужден был срезать из-за слишком сильного вкуса. Вот сейчас. Вот это мне нравится гораздо больше. Да. Слушайте, вот этот вариант, и, конечно, отклонение от ГОСТа, потому что копчение холодное перед тем, как проводить, собственно, тепловую обработку, мне нравится больше. Возможно, все дело в том, что в моих условиях добиться правильного горячего копчения с правильной концентрацией дыма просто не получается. Но для моих условий с использованием пассивного дыма и генератора вот этот вариант однозначно для меня, по крайней мере, на первом месте. Так что смело могу порекомендовать. Соль я положил несколько меньше, чем нужно. Вы видели. Расчеты я приведу, покажу все. И этот окорок не предназначен для настолько длительного хранения. Ну, я и не собирался его долго хранить. Сейчас разрежу плотом порционным кускам, достаточно большим, упакую вакуум-пакеты и заморожу на подарки. Размораживать нужно будет в холодильнике, после чего употреблять вот как обычный такой свежеприготовленный. Так что вот так. Так, какой же выброс? Оба съем за кадром. На этом, позвольте закончить. Огромное спасибо, что посмотрели. Напоминаю. Промокод Фреско и вот такие вот Самура Рептил, дизайнерские ножи от Самура из АУС-10 с заточкой линза у вас в кармане с очень хорошей скидкой. Пользуйтесь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!